Дорожное хозяйство В области 3 июня с 16 часов вводится ограничение движения транспортных средств по мосту через реку Елшанка вблизи поселка Репина. Сооружение, расположенное на автодороге Гайорск, закрывают на капитальный ремонт. Объезд, как и планировалось, будет осуществляться через пост ГИБДД на Оренбургской трассе. Ориентировочное время завершения работ – ноябрь 2022 года. Проезд по маршруту Гайорск подорожал на 20 рублей с 1 июня. Поездка стоит 120 рублей вместо 100. Чем обусловлено увеличение цены, рассказал представитель перевозчика по маршруту Гайорск Павел Гусев. Проезд подорожал в связи с повышением стоимости запасных частей, с трехкратным увеличением стоимости моторного масла, также автошин, установкой обязательной ГЛОНАССа, подорожанием страховок и с неизменной стоимостью моторного топлива, то есть газа. Бензин подешевел, а газ нет. Отметим, что накануне в СМИ появилась информация о том, что после закрытия на ремонт моста через реку Елшанка в районе поселка Репина проезд на маршрутке в соседний город или обратно будет стоить 150 рублей. И эту новость прокомментировал Павел Гусев. Стоимость проезда не увеличится. Она будет составлять 120 рублей. В завершении беседы представитель перевозчика подчеркнул, что стоимость их услуг складывается не просто так. Цену на проезд диктуют существующие реалии. Кстати, в планах у предпринимателей обновление автопарка для еще большего комфорта пассажиров. В Гай на пересечении Коммунистической и Ленина произошло ДТП. 19-летний водитель на Волге, двигаясь по центральной улице города, не справился с управлением и вылетел на тротуар. Автомобиль пробил металлическое ограждение, повредил опору светофора, дорожный знак и провода. Молодой водитель и его пассажир не пострадали. К счастью, под колеса машины не попали пешеходы. В рамках подготовки к отопительному сезону в Гай проводится капитальный ремонт теплотрассы ТЭЦ «Юго-Западная часть города» от тепловой камеры номер 1 до декабристов 13. Работу выполняет компания «Интерстрой» из Оренбурга. В настоящее время специалисты готовятся к укладке новых стальных труб. В ходе капитального ремонта будет произведена замена труб теплоносителя. С последующей их изоляции установлены задвижки, отремонтирована тепловая камера. Стоимость работ составляет порядка 13 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из областного и местного бюджетов. В мае 2022 года на свет появились 23 новых жителя Гайского округа, 8 мальчиков и 15 девочек. Популярным именем для новорожденных мальчиков стала Тимофея для девочек Софии, редкими Лукерья и Милица. Для девяти пар прозвучал марш Мендельсона. Расторгли отношения 20 пар, сообщает отдел ЗАГС. В ГАЭ судили 35-летнего мужчину, обокравшего работодателя. Гайчанин неофициально работал в ритуальном агентстве, где выполнял ремонт гаражных боксов. Иногда он с разрешения руководства оставался ночевать в подсобке. Одной ночью работник прошел в незапертый рабочий кабинет агентства и украл 11 097 рублей. Два ноутбука, две бутылки коньяка, а также сломанный сотовый телефон и зарядник. Общая сумма ущерба составила около 29 тысяч рублей. С места преступления вор скрылся, но его быстро нашли. Следующие шесть месяцев Гайчанин проведет в тюрьме. Гайское дорожное управление ремонтирует 1250 метров одной из самых ужасных дорог города. Это участок улицы Промышленной от Орской до выезда в Калиновку. Напомним, долгое время этот отрезок был бесхозным. Только в 2021 году администрация округа приняла его в хозяйственное ведение. Выполнение ремонта стоит 9 561 730 бюджетных рублей. Отметим, что с обеих сторон разрушенный участок соединяется с хорошими дорогами. В 2020 году направление в Калиновку отремонтировало Гайское ДУ. Промышленную от Орского шоссе до Орска и ремонтировали в 2019. Гайчанин средних лет скончался прямо у проходной завода. Перед началом утренней смены мужчине внезапно стало плохо. К предприятию, расположенному на Орском шоссе в Гае, прибыли медики. Однако их усилия оказались безуспешны. Спасти пациента не удалось. В Гае в рамках акции «Безопасное лето» состоялся флешмоб «Засветись», участницами которого стали юные барабанщицы. Мероприятие направлено на пропаганду безопасности дорожного движения, а также популяризацию использования световозвращающих элементов в темное время суток. Организаторами творческого события выступили сотрудники ГИБДД. «Безопасное лето» В Дворце культуры горняков представители малого и среднего бизнеса принимали поздравления по случаю Дня российского предпринимательства. Со словами благодарности за большой вклад в развитие экономики округа к собравшимся обратились глава Гайского городского округа Олег Попунин и председатель Совета депутатов Андрей Ворожцов. Еще раз от всей души говорю вам огромное спасибо. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, что вы ведете бизнес на территории Гайского городского округа. Хочу вам пожелать побольше клиентов, хороших, наверное, да, чтобы ваш бизнес процветал, а вместе с вашим бизнесом процветал и Гайский городской округ, который для нас всех большой, родной дом с праздником. Бизнесмены были отмечены благодарственными письмами и памятными подарками. Коллективы ДК исполнили свои творческие номера. «Юность моя, ты гори, не сгорай! Юность моя, ты друзей собирай! Руки свои дарим все друзья! С вами бездражная юность моя! Любовь и слава, не без красот, а любовь и веков, В мире вечных жизней, веков седей, висит шаг. Я сам лучший из всех побед, народ могучий и президент. Моя чизна, моя Россия, моя душа». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше интересных новостей опубликованы на сайте гай.рф. Всего доброго, до новых встреч!